Конечно же, главным противостоянием советского футбольного сезона 1985 было Динамокиев-Спартак-Москва. Здесь никаких сомнений нет. Но еще одно сражение киевлян Валерия Васильевича Лобановского со столичным клубом стало самой настоящей битвой 1985 года. Можно сказать, изюминкой того незабываемого сезона, его перчинкой. Динамокиев против московского торпеда, куда после ссоры с Лобановским перешел бывший лидер киевлян Леонид Буряк. Вот об этом и поведу речь. Причем в большинстве буду использовать цитаты самого Леонида Буряка, плюс выдержки из советских изданий и сайтов футбольный клуб. Поехали! Чтобы понять всю подоплеку перчинки противостояния Динамокиев-Торпеда 1985, нужно еще немного углубиться в прошлое. Дальше выдержки интервью Буряка, которое брали у него Игорь Рабинер и Эдуард Липовецкий для приложения к газете СпортЭкспресс под названием Футбол от СпортЭкспресса, номер 8, июнь 1995 года. Цитирую вопрос. Когда в начале 80-х сошли к веремене в Коньков и другие из стариков остались лишь вы с Блохином, чувствовали со стороны Лобановского бережное к себе отношение? Буряк отвечает. Нет. И на почве этого стали возникать конфликты. Наоборот, от нас требовали, чтобы мы вдвоем вытаскивали все игры. Но для этого у нас не было поддержки. На смену моим партнерам по Суперкубку 75 пришло менее надежное поколение, и победы начали чередоваться с провалами. По традиции, каждая ничья рассматривалась как трагедия, а причины их начали искать во мне и Блохине. Вопрос. Что и закончилось в итоге вашим уходом из Динамо? Ответ. Только жена и дети знают, каких мук мне стоило это решение. Положить заявление об уходе на стол Динамовского руководства, но иного выхода у меня, увы, не было. Два сезона подряд Динамо было в глубоком кризисе. Заняло сначала седьмое, а потом даже десятое место. И перед сезоном 85 кто-то из моих недоброжелателей шепнул Лобановскому, что Блохин с Буряком собираются его свалить. Не родился еще тот человек, который уберет Лобановского. Вспылил он и позволил в мой адрес грубый выпад. А это было неправдой? Полнейшей. Я знаю, что за околофутбольная сошка внушила это Лобановскому. Знаю, но смысла называть не вижу. Жаль, что Валерий Васильевич не пожелал разобраться. Я слишком уважаю этого человека и слишком четко понимаю, скольким в футболе я обязан ему, чтобы пойти на предательство. Но он этого не понял. И когда я, загнанный в угол, написал заявление об уходе, моими последними словами были «Время нас с вами рассудит». И рассудило? Мы с ним не разговаривали два года. Но как-то, когда я уже играл за границей и приехал в Киев, случайно встретились на стадионе «Динамо». И пожали друг другу руки, поговорили по душам. Все стало на свои места. «Насколько нам известно, в момент вашего ухода вы поссорились со своим лучшим другом Блохиным». Это правда? С Олегом мы подружились еще до моего прихода в «Динамо», в юношеской сборной. А в Киеве у нас быстро появились общие интересы, знакомые. Я стал постоянным гостем в его доме. Меня гостеприимно принимали его родители. И у меня, и у него жены, известные в прошлом художественные гимнастки, Жанна Васюра и Ирина Дерюгина. На выезде мы всегда останавливались в одном гостиничном номере. Много спорили и рассуждали о будущем. Именно он научил меня считать свои голы и пробиваться в клуб Федотова, что я в итоге и сделал. А я пытался убедить его бросить курить, когда он в начале 80-х вдруг этим делом занялся. Правда, не удалось. Но он промолчал, когда меня вытравливали из команды. Поначалу вроде как были заодно, а когда все обвинения свалились на меня, Олег занял позицию стороннего наблюдателя. Мне было страшно обидно. Вопрос. Тогда в 85-м Бесков настойчиво звал вас в Спартак? Буряк отвечает. Он звал меня несколько лет подряд. И в тот момент поначалу нашла Динамо. Я хотел решиться на этот беспрецедентный переход. Приехал даже в Спартак, сыграл пару контрольных матчей. Но потом успокоился. Первый приступ обиды на Киев схлынул, и я понял, что Динамо и Спартак это все-таки два разных полюса, чтобы вот так просто переходить из одного в другой. И выбрал Торпедо, о чем не жалею. Настолько порядочный человек, Валентин Казмич Иванов и директор ЗИЛа Сайкина. Вспоминаю с уважением. Единственное, что позволил себе в качестве сатисфакции выйти на матч Торпедо в Киеве и забил. Здесь Буряк напутал. И мы выиграли. Чего я только не наслушался с трибун. Но меня было этим не испугать. Вы же помните, как я играл за киевлян в Одессе. Конец цитаты. Тут я вставляю взмахи своей кистью в общую картину маслом. Московская Торпедо Валентина Казмича Иванова приехала в Киев на матч третьего тура 48-го чемпионата СССР с местным Динамо после 1-1 под крышей столичного легкоатлетического футбольного комплекса Центрального спортивного клуба армии с алматинским Кайратом. Киевляне же сыграли два выездных поединка Днепр на метеории 1-1, Черноморец в Одессе 3-0. Теперь 31 тысяча зрителей заполнили республиканский стадион на открытие сезона в Киеве. Лобановский выставил такой состав Михаил Михайлов, Олег Кузнецов, Сергей Болтача, Василий Евсеев, Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Павел Яковенко, Андрей Баль, Александр Заваров замена Виктор Хлус 58-ая минута, Игорь Биланов, Олег Блохин. Валентин Иванов доверился таким исполнителям. Валерий Сарычев, Виктор Круглов, Александр Полукаров, Александр Гастенин, Сергей Пригода, Александр Дазморов, Валерий Петраков, Анатолий Соловьев, Леонид Буряк, Юрий Суслопаров, Андрей Редкаус замена Владимир Кобзе в 77-ая минута. Тот матч видел по телевидению. В первом тайме Дазморов сбил Баля в своей штрафной и Блохин реализовал пенальти на 15-ой минуте. Но после перерыва Михайлов не удержал мяч. После удара Буряка со штрафного с повторным ударом Соловьева тоже справился, но Петраков добивал мяч в сетку уже без сопротивления. А на 74-ой минуте Круглов забил красивейший гол после прохода по правому краю, когда под острым углом зарядил под перекладину. 2-1 в пользу торпедо. И снова слово Буряку. Вопрос. Леонид, что ты пережил, когда впервые 17 марта 1985 года вышел на родное поле Киевского стадиона играть против Динамо? Перед игрой меня спрашивали, неужели ты выйдешь? Я и сам мучился играть, не играть. И я не мог не играть, но тем самым я бы признал свое поражение. Я вдруг вспомнил, как мы смотрели в феврале с Блохиным в Адлере какой-то тренировочный матч. И мне не хотелось верить, что мы игроки разных клубов. На Киевском стадионе ко мне никто не подходил. И даже люди, которых я считал для себя близкими, с которыми прожил под одной крышей полжизни, не соизволили поздороваться. То ли они боялись, что их кто-то увидит рядом со мной. То ли началась игра. В меня летели снежки. Выходят люди, которые еще вчера перебегали дорогу на красный свет, чтобы только поприветствовать меня, сегодня причисляют меня к своим недругам. Тогда я уже знал, кто сеял вражду между мной и Лобановским. И я ступил шипами бутс на промерзлую траву Киевского стадиона, чтобы игрой доказать им, так просто сломать меня нельзя. Так просто нельзя убить во мне любовь к футболу. Но доказать, что я патриот Киевского Динамо не меньше, чем те, против кого я играл, было невозможно. Счет матча был 2-1 в пользу торпеда. Оба мяча в ворота Михайлова были забиты при непосредственном участии Буряка. Вот бы закончить этим матчем свою футбольную карьеру красиво, подумал я в тот вечер, хотя понимал, что это нереально. Конец цитаты. А вот еще одна выдержка из интервью Буряка 2001 года. Цитирую. Ранее весной 85-го я впервые вышел на поле республиканского стадиона в торпедовской футболке. Но что это? Публика, которая совсем недавно души во мне не чаяла, теперь награждала руганью, свистом. То тут, то там слышались крики «Предатель!». А когда я разбегался, чтобы подать угловой в спину, с трибун летели снежки. И все-таки даже в те минуты не подозревал, что самое страшное, оказывается, ждет впереди. В перерывы никто из друзей динамовцев, ребят, вместе с которыми съел, казалось, путь соли, не подошел ко мне поздороваться. Что скрывать? Настроение было убийственное, хотелось выть. Не знаю, как перенес бы обиду, если бы не супруга. А впрочем, не было бы, говорят, счастья, да несчастье помогло. Именно в те дни у меня произошла серьезная переоценка ценностей, четко отделившая настоящих друзей от липовых. Конец цитаты. С ответным визитом «Динамо Киев» пожаловал на стадион Торпедо в Москву 31 июля 1985 года. Лидировал тогда «Днепр» 30 очков после 21 матча. Команда «Лобановского» и «Спартак» имели по 28 при 20 играх. «Динамо Минск» 25 очков, «Торпедо» 24 после 19 встреч. То есть, если команда Валентина Иванова побеждала киевлян, то сравнивалась с ними по потерянным очкам. Поединок вышел очень зрелищным и драматичным. «Динамовцы» повели после очень спорного пенальти, которое четко реализовал Игорь Биланов на 13 минуте. Еще в первом тайме Заваров и Редкоус обменялись голами, а сразу же после перерыва все тот же Александр Заваров оформляет дубль 3-1 в пользу киевского «Динамо». Дальше цитата мастера спорта В. Денисова в «Спортивной Москве» номер 32 за 8 августа 1985 года из его репортажа про матч «Торпедо» «Динамо Киев». Цитирую. «Очень медлительным выглядел и буряк, который на сей раз так и не сумел полностью проявить свои способности организатора и конструктора атак. Слишком уж много для такого мастера, как он, допускал Леонид Ибрака в передачах. Да и мяч стремился отдавать только ближнему, не замечая рывков по флангам Петракова и Редкоуса. Допускаю, что буряку очень хотелось показать себя именно в этой встрече, доказать, что и сегодня его игровой уровень достаточно высок. Кстати, во встрече первого круга в Киеве ему это удалось. А вот в Москве нет. Он был то чересчур расслаблен, то излишне скован. И не забитый им во втором тайме пенальти, кстати, тоже очень спорный, лишний раз подтверждает, что в этой встрече что-то мешало Леониду быть самим собой. Дальше цитирую сайт футбольный клуб. Да он в Москву поехал за длинным рублем. Ему Мерседес обещали в торпедо, вот и клюнул. За несколько минут до начала матча один из киевских игроков подошел к буряку. Ну, как дела? Машину взял и все. Без церемона вчерашнего однополчанина обожгла его, вывела из привычного равновесия. Наполеон вышел излишне возбужденным, разгоряченным. А тут еще судья Абгольц, бросавший трибуны тов жар, тов холод, показал ему желтую карточку. При счете 1-3 он пошел бить пенальти. Не я управлял собой, а эмоции управляли мной в этот момент. И я изменил себе. Бил не прицельно в угол, а на силу. Очень плохо пробил, почти в Михайлова. Мы проиграли, и я почувствовал себя главным виновником неудачи. Это слова буряка. После матча буряк два дня не выходил из дома. Конец цитаты. Завершил торпедовский погром Вадим Явтушенко на 82 минуте 4-1. Стоит добавить, что классно сыграл Олег Блохин, воодушевленный недавним вызовом в сборную СССР, где его игнорировали почти год. Динамо Киев после виктории над торпедов, сравнявшись с Днепром по очкам 30, вышел в лидеры по дополнительным показаниям. А в итоге станет чемпионом, о чем отдельный разговор. Леонид Буряк еще дважды завоюет Кубок СССР вместе с торпедов в 1986 году и харьковским металлистом в 1988. О чем уже поведал, смотрите видео. Кубок СССР 1988. Сенсационный металлист Лемешко. Дальше Буряк рванет Финляндию зарабатывать инвалюту. Поработает тренером в США, Украине, России. Порулит сборной Украины и Киевским Динамо. Но это отдельный разговор. С вами был Саныч. До новых встреч.